По проспекту Байдебек-Би было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу три автомашины. Ехавший по дорожной полосе водитель Киа решил совершить маневру влево. Следовавший за Киа, Opel успел остановиться. Вот такой отец столкновения третий водитель не успел. В результате аварии произошел дорожный затор. Прибывшие на место происшествия полицейские нанесли отметки расположения на авто на асфальте и убрали с проезжей части разбитые авто. Всю картину произошедшего придется восстановить сотрудникам полиции. Крупное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано по Тамерлановскому шоссе. Здесь столкнулись две автомашины – Mercedes-Benz и Opel. Без медицинской помощи здесь не обошлось. Первая помощь понадобилась двум водителям и двум пассажирам. Пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. По словам очевидцев, водитель Opel двигался со стороны аэропорта Шимкента. Водитель Мерседеса пытался совершить разворот на светофоре. Кто из водителей совершил нарушение правил дорожного движения, придется установить сотрудникам дорожно-патрульной полиции. Сотрудники полиции Шимкента задержали подозреваемых в краже. 14 августа нынешнего года в Альфа-Рибийский отдел полиции Департамента внутренних дел города Шимкента с заявлением обратился местный житель. На место происшествия выехала следственная группа. По прибытию полицейские зафиксировали, что неизвестные, разбив заднюю форточку авто, припаркованную на стоянке, и выкрали с салона два сотовых телефона и наручные часы. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый, житель Туркестанской области Ордобасинского района. Сотрудникам полиции удалось установить, что подозреваемый в ночное время разбил форточку авто и вытащил из нее ценные вещи. Вырученные деньги подозреваемый использовал для собственных нужд. Также удалось установить причастность подозреваемого к девяти аналогичным фактам преступлений. Общая сумма ущерба составила порядком одного миллиона тенге. На сегодняшний день проводится досудебное расследование. Подозреваемый во дворе в изоляторе временного содержания.